Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости, участники сегодняшнего форума. Мне выпала возможность вас приветствовать от имени главы БМО Сальтовского района Джамлада Шарпид Салава, от себя лично, от депутатского корпуса на форуме «Воспитание нравов. Основа развития личности», так она будет называться. Я вам хочу сказать, глава личного участника, он мне вчера поручил, говорит, от меня передали слова благодарности своим участникам. Сам выехал на совещание республиканское, где присутствует глава обязательно. Теперь несколько слов скажу. Мы все знаем, что Дагестан, республика, которая всегда славилась своими традициями, гостеприимствами, здесь заложена самая высокая человеческая ценность, как уважение к старшим, любовь и преданность своему народу, край уважения к национальным традициям. Но с появлением некоторых антиобщественных тенденций устойчивость моральной психики нашей молодежи была расшатана. В 1999 году и последующих годах в нашей республике произошли очень много трагических событий. У нас это на памяти. Никто ничего не забывает. И началось террористическое движение. Наша молодежь подверглась сильнейшей опасности попасть под влияние вагадитского течения. Появилась антиобщественная литература, которая призывала молодежь к приобщению террор-группам, которые обещали большое вознаграждение. Но ничего этого не происходило. И молодежь наша была обманута. Теперь я хочу сказать, что сегодня нами, администрация района, проводится большая работа совместно с религиозным общественным организациям, депутатским корпусом, общественными организациями по консолидации общества, нравственным воспитания молодежи и развития личности. Со стороны администрации это в основном выражается социально-экономическим показателем развития района. У нас основное направление это борьба с терроризмом и экономическое развитие района, где мы последние годы устойчиво занимаем лидирующие позиции. Например, по культуре район уже который год на первом месте Республики Дагестан, также по спорту и по другим направлениям. В прошлом году мы социально-экономические показатели района выполнили по показателям налоговым на 111%. В общем, там есть по позициям отдельно 200%, перевыполнение 130%, но в общем нет ни одной позиции, где не было бы за 100%. Также хочу вам сказать, что вчера участвовали на сессии депутатов района, где отчитывался глава, где он указал направление, по которому мы двигаемся вперед. По индикаторам оценивать деятельность администрации района мы на первом месте и по ряду показателей мы в основном на первых местах. Я это почему подчеркиваю, если мы будем экономически развиваться, это означает представление работы молодежи, а если молодежь будет занята каким-либо делом, она не будет отвлекаться на ненужные дела, не будет поддаваться никакой агитации. Мы агитируем молодежь своим поведением, своим показателями. Я вот из-за этого провожу вам эти факты. Теперь больше не занимаю ваше внимание. Я вот для ведения форума слово хотел представить Магомедову Магомеду Юсукову Юрьевичу. Спасибо за Гиргаджиевич, уважаемые коллеги, уважаемые президенты, участники форума. Позвольте мне всех вас приветствовать и выразить искреннюю радость, что мы сегодня принимаем участие в таком полезном мероприятии, в котором принимают участие представители всех сел Хасыровского района, представители различных структур, общественность, религиозные деятели. И, несомненно, подобные мероприятия, они приносят значительный вклад в решение тех вопросов, которые возникают в том или ином регионе. Тема форума, она как никогда актуальна. Актуальна в силу того, что мы, весь мир, сегодня, в принципе, столкнулся с проблемой духовного кризиса, морального кризиса. Нам навязывают различного рода псевдоценности. Мы, в частности, потеряли. Теряем свою исконность, свою идентичность. Мы теряем свои культурные ценности. И над возрождением вот этих ценностей нам сегодня нужно работать, усилить работу в этом направлении. И воспитание нрава – это как раз-таки то, чего сегодня нам больше всего не хватает. И мы эти проблемы испытываем как в сфере образования, так и в сфере взаимодействия с людьми в различных структурах. И после просмотренного видеоролика можно дать, говоря о Советском районе, мы сегодня собрались здесь, очень высокую оценку той проделанной работе, совместной проделанной работе, на которую как раз-таки Рамазан Гадюмурадович акцентировал внимание. Позавчера состоялся в Доме дружи в Махачкале форум, вообще первый форум республиканский, наш участковый, в котором приняли участие представители правоохранительных органов правительства республики. И модератором был сам Рамазан Гадюмурадович, и он как раз-таки акцентировал внимание на сотрудничестве, взаимодействии с этими органами исполнительной власти, с общественностью, с духовенством, в решении тех вопросов, которые возникают на местах. И подчеркнул, что именно такая работа приносит свои плоды. И как раз-таки мы сейчас это увидели на слайде, а то и в слаженной работе по определенным направлениям, в том числе по социализации, о которой мы сегодня очень много говорим. Социализации, виды благотворительности, которые проводятся, это уникально. Это на самом деле поддержка, помощь нуждающимся в своем населении, независимо от конфессиональной принадлежности, независимо от вероубеждения, направления нации. Это огромное дело, но это, наверное, заслуга администрации и духовенства, за что выражаем и со своей стороны благодарность. Далее, большинство Дагестана – перевеженцы конфессии религии и ислам. И в исламской культуре, в культуре ислама принято начинать любое мероприятие с чтения аятов священного Корана. И, несомненно, это приносит эффект. Говорят, что данное мероприятие, которое начали с аятов чтения Корана, несомненно, будет благодатным. Поэтому я хотел бы предоставить в начале слова Рамазану Мухаммаду для чтения священного Корана. Пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И, несмотря на вот эту сложность, это многообразие, руководству, которое, как мы заметили, работает, сотрудничает с духовенством на месте, удается решать очень успешные вопросы. И, на самом деле, такой слаженной работы мало где можно заметить. А вот я обратил внимание, наверное, и вы обратили на это внимание, имел возможность ознакомиться с этой программой, о которой в видеоролике говорилось, разработанной муфтия, там, культурно-патриотическое, духовно-нравственное воспитание программы. На самом деле, программа объявляет все, и эта программа, как в Хасайюрке, она реализована, я не видел, чтобы она была реализована на таком уровне, где-либо в другом регионе. Почему? Потому что здесь не просто провели для галочки, здесь получили обратную связь, провели Олимпиаду. То есть люди не для галочки пришли, прочитали какие-то лекции, они проверили. На самом деле, молодежь интересуется, получила соответствующие знания, и в этом огромная заслуга. Огромная заслуга, прежде всего, работников муфтията, которые добросовестно выполнили это. Поэтому сейчас я хотел предоставить слово. У нас был заявлен Кахаев Ахмад Хаджи, заместитель муфтия, но, к сожалению, из-за плотного графика мероприятий он присутствует не смог, но у нас в районе есть представитель муфтията в Хасайюрском районе, это Саид Гусинов Алихаджи Иисус. Ассаламу алейкум, дорогие братья и сестры. Приветствуем всех присутствующих, особенно представителей администрации. Дай Аллах, наше собрание будет баракатным и станет причиной наших тесных взаимоотношений для плодотворной работы в дальнейшем. Наверное, нет прекрасных собраний, где собрались представители власти и религиозные деятели для решения проблем общества. Очень многое зависит от предводителей. Потому есть хадис пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в котором говорится, что один день справедливого правителя лучше, чем 70 лет богослужения. Также в хадисе пророк, да благословит его Аллах и приветствует, где говорит о семи категориях людей, которые будут укрываться в тени арша в день суда, когда другие будут испытывать страх и мучения. Причисляет к ним двух братьев по вере, которые сошлись ради Аллаха или разошлись, кроме как ли, по воле Аллаха. И справедливого правителя, который установил справедливость общества. Мы находим в книгах, что общество стоит на комплексе трех составляющих. Первое – знание ученых. Второе – справедливость правителей. Третье – мольба бедных неимущих людей. Мы должны понимать, что предводители, будь то светские или религиозные, без разницы, должны быть подобны тем, кто кормит птиц, давая каждой птице индивидуально, по необходимости, страусу по страусинной норме, а воробью по норме воробья. Провалением благодарности Аллаху является то, что каждый нос бремя ответственности, давая должное в той сфере деятельности, в котором он является специалистом. Ученый должен следовать сам своим знаниям и распространять эти знания, наставляя и давая глубочайшее понимание обществу, которое обмануто Блеско-Мирского. Мы видим, как много молодежи сегодня обмануты этим. Проявлением благодарности чиновников и должностных лиц является сохранение порядка равенства и справедливости в обществе. В книгах пишут, что справедливость, равенство и порядок являются основой, фундаментом, на котором держится любой муниципалитет. В завершение нашего обращения мы хотели бы выразить благодарность как главе района, так и всему руководству за оказанное содействие работы для прививания духовно-нравственных качеств подрастающему поколению. С момента нашего прибытия в Хасаюрт навсегда встречались с открытыми дверями. В какой бы кабинет мы не захотели зайти, мы не нашли закрытую для нас дверь. И это мы считаем мудростью и их пониманием того, что Дагестан на 94% населения является мусульманами. И потому невозможно построить будущее, если не объединяться усилиями светские и духовные деятели. Только совместными усилиями мы сможем воспитать достойную молодежь, как воспитывали наши предки, и искренне тут мерзость, как насвай, и наркомания, и разного рода идеологии, что распространилось среди них за время нашей разобщенности. Известный исламский философ Аль-Имаму Вазали пишет в своем знаменитом труде Ихья Удумудин, что духовно-нравственное употребляет регулярно, а мирское материальное подобное лекарство, которое мы принимаем по мере необходимости. Что же будет с теми, кто употребляет еду в год по несколько раз подобное лекарство, а голод регулярно будет утолять медикаментами. Какая только аллергия не проявится на его теле, потому вся мерзость, которая распространилась сегодня среди общества, подобно аллергии, такого является следствием упадка и отсутствия духовно-нравственного воспитания. Да одарит вас Аллах, содействуем для усердия на пути довольства Аллаха, и одарит вас окружениям, которые наставят вас, если вы ошибетесь, и не будут завидовать вам, когда Аллах одарит вас благами. Мы надеемся на то, что Аллах защитит Дагестан и весь мир, а всех проявлений смут – это и есть то, к чему стремятся, и ставят свою целью все общественные деятели. На этом мы завершаем наше обращение. Валхамду лилляхи, раббил аламин. У регионального духовенства было пожелание на форуме отметить благодарность главу администрации муниципального района Хасырбинской районы, поэтому, Аль-Хаджи, вот, пожалуйста, вам выставляется возможность торжественно провести. Ну, наверное, Загир Гаджевич, вы примите. Благодарность Салауу Джангула Шафиевичу. Книга о пророке Мохаммаде, саламу али-васалам, автор книги Магамед Гамзаев и благодарность. АПЛОДИСМЕНТЫ А это у вас тоже. В итоге, то есть, подарка нельзя оставить. Спасибо. Вот личный торпец у него. Спасибо. Олег Гаджи Исухович. На самом деле, Олег Гаджи Исухович мухтарил слова главы Республики Дагестана Рамзана Гаджи Маджи, который он позавчера буквально отметил, он подчеркнул, что только взаимодействуя, сотрудничество, представители органов исполнительной власти и духовенства на местах можно решать проблемы. Более того, на это же акцентировал внимание и министр интернет-дела Абдурашид Магомедович, сказав, что те проблемы, с которыми мы сегодня сталкиваемся, проблемы противодействия экстремизма, терроризма, их невозможно решать силовыми методами. Это не выход. Нужно воспитывать молодежь, нужно заниматься профилактической работой. Но эта работа даст свои плоды, когда мы будем сотрудничать, взаимодействовать. То, что методы у каждого разных, но цель одна. И мы на примере Хасерта видим, что во многом получается добиваться успеха. Уважаемые друзья, я представляю Комитет правительства по делам религии. И Комитет по свободе, он называется полное название, Комитет по свободе и совести взаимодействию с религиозными организациями Ростовика Дагестана. Он создан для координации деятельности религиозных организаций, содействия религиозным организациям. И сегодня вместе со мной приехал заместитель председателя комитета Гаджиев Расул Гамильдович, которым я хотел передать. Ассалам алейкум, добрый день, дорогие участники сегодняшнего форума. Доброе здоровье, благополучие. Разрешите в начале своего краткого выступления передать приветствие и пожелание от председателя комитета по делам религии. И назову его так, поскольку название длинное. Вам, участникам форума. Прежде всего, конечно же, главе администрации района Джанглад Шапиевичу, активу района, потому что организовали сегодня прекрасные мероприятия, молодежные мероприятия, вместе с Муфтиатом Республики Дагестан. Пожелать успехов в работе сегодняшнего нашего форума и достижения каких-то целей и задач. Как здесь было сказано, комитет был создан с приходом Республики Рамзан Аджимурадовича в целях реализации государственной политики в сфере государственных конфессиональных отношений и обеспечения взаимодействия и течения между религиозными организациями Республики Дагестан, между органами исполнительной власти, местным самоправлением. Сегодня нам, мне, например, очень приятно, что за этот период времени у нас есть конкретные результаты, достижения. Слава Богу, мы уже, слава Богу, с оглядкой по странам, осторожной оглядкой, хотим сказать, нет тех громких актов, которые бывало раньше, держало все общество в напряжении. Слава Богу, ситуация развивается динамично, в сторону стабилизации, внешней стабилизации. Мы часто уезжаем по муниципалитетам с работой, для встречи на месте, ознакомимся с реальной ситуацией, встречаться с людьми и представителями администрации, и религиозных организаций, и общественных организаций, и силовых структур. Ну, естественно, Хасаевский район у нас один из таких районов, куда мы часто приезжаем, часто бываем, встречаемся с вами. Я вот здесь в этом зале многократно бывал, и мне всегда приятно, что сам Пасибер очень, несмотря на свое многонациональное и многоконфессиональное состояние, здесь люди очень мудрые, разумные, всегда искали то самое, которое нас объединяет, которое нам дает прочный фундамент для дальнейшего нашего развития. Вопрос сегодня вынесенный на форум, конечно, является очень важным сегодня для республики. Мы не можем стоять на одном месте. Слава Богу, вот те острые проблемы, которые были, будем надеяться, уходят в прошлое. Нам надо думать о будущем, о формировании молодого поколения, формировании личностей. Постольку, все, что создано сегодня здесь, нами всеми будут переданы в их руки. Какую молодежь мы создадим, формируем, какие нравы мы не формируем, они и этим будут руководствоваться и дальше передавать своим детям. Вы знаете, сегодня, вы знаете, во всем мире идет острая борьба за умы, сердца молодых людей. Какие огромные институты, огромные финансовые средства вложены для того, чтобы отвлечь от молодежи, от своих корней, направить в ту русло, в котором они всегда конфликтовали между собой, создавали проблемы. Мы это видим и то, что происходит на Ближнем Востоке. Даже хваленая Европа уже не выдерживает последствий того, что они сами проводят. Поэтому эти вопросы для нас остаются для комитета, в частности, очень важным направлением работы. Я с благодарностью хочу сказать, что здесь, в районе, в районе, администрация района нашла полное понимание с духовенством. Они рука об руку работают на автобрусле формирования прочной основы для воспитания молодого поколения. Духовно-нравственное воспитание их, патриотическое воспитание их. Но есть районы, хоть сейчас, как бы, не хочется их поименно назвать, где ситуация немножко иная, немножко плачевная. Где администрации района, сельские администрации не могут найти понимание с религиозными деятелями, видят в них изгои, подход в второстепенном принципе, часто бывает вообще никакой. А зачем они нужны? Но вы знаете, сегодня хотим мы не хотим, мы должны признать, что духовенство играет важную роль сегодня в формировании общественного мнения. Важную роль духовно-нравственного воспитания молодого поколения. Они уже показали жизнь. В одно время, практически после представителей силового структур, представителей духовенства на втором месте шли по целевому уничтожению теми, которые хотели здесь навязать нам свои правила. Но слава Богу, я еще раз хочу сказать, эти времена уходят. Сегодня формируется своя, наша, на наших традициях, на наших обычаях, на наших ценностях, своя богословская школа. Об этом неоднократно говорил Владимир Владимирович Путин. И вот личные встречи с мусульманским духовенством в 2013 году УФН и в своих посланиях подчеркивают важность этой работы. И, естественно, он сказывает и требования, и требования, и высокая планка для представителей духовенства. Они должны быть способны говорить ровным и равным, и достойным образом обсуждать любые вопросы международного характера, ситуации по стране, по региону. И учитывая эти обстоятельства, и по поручению главы Республики Дагестан в прошлом году комитет разрабатывал концепцию по социализации ислама с учетом инициативы президента России Владимира Путина. Этот документ мы составили, подготовили. И в конце прошлого года Советы при главе Республики Дагестан во взаимодействии с организациями этот документ принят полностью. После проверки, сверки, согласования с научным активом Республики представителям духовенства, представителям органов власти этот документ принят, но он принял другую форму. Рекомендации называется, не концепции. Этот документ уже принят, уже утвержден. Я даже думал, что сегодня этот документ должен был поступить и вам в район для руководства, для использования в работе с молодежью и населением. Сегодня практически можно сказать, что в Республике формирует хорошая богословская школа, хорошая система религиозного образования. Мы никогда не могли мечтать, чтобы в Республике Дагестан когда-нибудь появятся высшие исламские учебные заведения. Сегодня их шесть. Их 14 медресе, средне-специальные учебные заведения. Все они имеют лицензию на образовательную деятельность. Высшие учебные заведения получили лицензию на образовательную деятельность в Министерство образования России, Росубродзор. В соответствии со всеми правилами, требованиями законодательства и они функционируют сегодня. Слава Богу. И медресе. Они, мы считаем, что являются задатком и той основой, которая нам поможет создавать свою школу. У нас всегда исторические наши богословы, дагестанские богословы, алимы всегда играли важную роль и по ситуации в регионе. Многие из них известны и в мировом масштабе. Комитет свою работу за период отформирования его основные усилия направил на работу с молодежью. Вначале мы как-то очень осторожно подходили к мусульманской молодежи. Сегодня мы один из наших главных союзников. Я хочу в лице имамов, религиозных просветителей выразить, здесь, кто есть, свое огромное спасибо за понимание, за желание работать с нами в тесном контакте. Сегодня мы уже перешли на уровень работы соцветской молодежью, обучающейся в высшем учебном заведении. Никто никому никакие взгляды не навязывает. Речь идет о формировании того фундамента, который убережет нашу республику от всяких асоциальных явлений. Мы регулярно проводим, регулярно ставим проверение наших мероприятий международного и религиозного характера молодежного форума. Уже в этом году планируем провести четвертый межрелигиозный молодежный форум. Где-то порядка 200 и более человек, молодых ребят от 14 до 25 лет. В течение недели, 10 дней представляют им возможность на разные дискуссионные площадки, разные спортивные площадки, разные культурные площадки, политологические площадки, обсуждать актуальные проблемы в мире, стране и в республике в целом. И в республике, безусловно. И это, понимаете, очень сильно помогает. Есть много желающих, дают положительные результаты. Уже администрация, президент России положительно оценила вот эту работу, проводимую с молодежью. Регулярно ставим у нас приглашение авторитетных зарубежных богословов в республике Дагестан. Мы когда могли видеть, да и никто к нам не хотел сюда ехать, из авторитетных зарубежных международных богословов. Кто такой, где, что, что же это Дагестан, где понятия не имели. Сегодня, по первому нашему обращению, многие готовы приехать. За этот короткий период времени многократно были здесь, в нашей республике, авторитетные международные богословы, представители Всемирного Союза мусульманских ученых. Более того, они играли важную роль в нормализации обстановки в нашей республике. Поскольку молодежи ранее были немножко превзятые отношения, то наши алимы, они самоучки, не имеют глубоких знаний. После того, как они услышали их, их мнение, вот зарубежного богослова, куда они смотрели, когда они увидели, понимаете, очень сильно изменилась ситуация. Вот одна поездка такая, делегация ВСМО, Всемирного Союза мусульманских ученых, нам дал очень важный документ для республики. Часто бывали споры среди молодых людей. Вот здесь есть, в общем-то, на введение джихада условия, не условия, очень такие споры, открыто, не открыто, между собой, вообще не постоянно обсуждались эти вопросы. После того, как делегация приехала в область Али Мухадином или Карадаги, он изучил, посмотрел, встретил с молодыми людьми, посетил наши зьераты в республике Дагестан, увидел в мечетях огромное количество людей, прихожан, он услышал мнение многих, ну, власти совершенно не участвовали в этих делах, он принял фетву, единственную в истории России фетву, богословское заключение, и это по Дагестану. Дагестан, территория мира и ислама. Дагестан, дару саламу аль-Исламу. Называется, очень важный документ. До этого стояла другая фетва, которая была принята непонятно где, в лесу, где-то в кулуарах, называлась она Дару-ль-Харб, фетва, это Дагестан, территория войны, вот такая фетва стояла. Карадаги поломал эту фетву, принял свою, Дагестан, территорию мира и ислама. Слава Богу, после этого, вот идеологические споры, многие моменты уже начали отходить второй план, уже люди начали приходить к единому мнению. Мы эту практику приглашения зарубежного богословика продолжаем. Сегодня авторитетный мусульманский ученый, шейх Мустафа Буан, в Дагестане уже полгода. Он помогает в формировании наших ученых, алимов. Уже полгода здесь, приехал с семьей. Спасибо ему, добро здоровья ему. На его трудах практически многие наши алимы, дагестанские богословы, получали образование. Мы эту практику будем продолжать и дальше. Традиционным стали проведение в республике уже пятый конгресс. Конгресс религиозных лидеров, субъектов России. Все муфтии, все авторитетные богословы и субъектов России приезжают, обсуждают открыто свои проблемы и приходят к единому мнению. Все эти наши мероприятия активно поддерживаются руководством республики, оказывают нам всяческое содействие. Сегодня по предложению комитета и поддержку руководства республика функционирует по нашей части две государственные программы по работе с религиозным организациям и государственной поддержке. Это очень важно. Когда мы говорим при встрече с зарубежными представителями, они иногда не верят. Да не может быть, чтобы в столько времени коммунизм, идеология уничтожала все, не может быть, чтобы государство помогало. Не верят. А на самом деле это и есть. В которой версии мы реализуем эту программу? Я... Можно говорить, конечно, много. Я не буду тоже отбирать после меня, кто желает здесь выступать. Мне еще раз хочется отметить, что Хасавиртский район всегда отличался своей активностью, своей мудростью и умением выбрать самые правильные направления, которые помогают нам двигаться дальше. Желаю вам всего хорошего, доброго здоровья и благополучия во всем. Спасибо. Расул Гомедович такой широкий спектр деятельности комитета обозначил. Комитету исполнилось в ноябре прошлого года 25 лет. И на самом деле это частью работы, которую комитет выполняет, ее обозначил Расул Гомедович. На самом деле проводится колоссальная работа в тесном контакте с представителями всех конфессий республики. И это ежедневная работа. То есть это не какие-то мероприятия в определенные дни. И Расул Гомедович также отметил социализацию. Опять-таки мы говорим о социализации. Сегодня, в принципе, и Загир Гаджевич в своем выступлении отмечал, что проблема социализации, она существует, и что нужно молодежь занять каким-то видом дела. То есть чем-то нужно молодежь занять. Молодежь уходит в крайности, в различного рода крайности, экстремизм, радикализм только тогда, когда ей нечем заняться. Нужно предоставить альтернативу. Нужно обязательно предоставить альтернативу и воспитывать молодежь на истинных, истинных, исконных дагестанских ценностях. Уважаемые коллеги, мы в то же время, есть часть традиций наших дагестанских, которые как раз-таки способствуют радикализации нашей молодежи. И от этих стереотипов нам надо тоже уходить. Нам нужно работать. Нам нужно возрождать то хорошее, что было в наших традициях. Мы все, большинство сидящих родителей, прошли советскую социализацию, скажем так. Коммунизм был только минус в том, что там идеология запрещалась, но была выстроенная система, было трудовое воспитание, то, чего сегодня не хватает. Мы почему-то сегодня щадим своих детей, молодежь. Нам нужно возрождать трудовое воспитание обязательно. Иначе мы растим общество потребителей, тех, которые хотят получить, но не заработать. Сегодня все хотят получить, но мало кто хочет это заработать. Ну, я присутствовал на круглом столе. Два года назад он организовался муфтиатом. И были представители многих министерств, занимающиеся финансами, торговлей, экономикой. И вот там такую интересную мысль сказал один из богословов, не помню его имени, что все, вот, ну, рядом со мной все это богослово, они не дадут мне соврать, что все, что человек делает, зависит от того, что он ест. То есть это разрешенное или запрещенное. То есть в исламской терминологии это халяль, харам. Вы представляете, все, и мысли, и действия человека зависят от того, что он ест. Ну, а что мы едим? Мы едим картошку из Израиля, нам еще что-то откуда-то привозят. Ну, а что мешает сегодня нам этим заниматься на местах? Воспитание нравов, это в том числе трудовое воспитание. Работают ли дети в тех огородах, в Ассаверт это в частности, это частные дома? Работают ли ваши дети, наши дети, скажем так, в тех огородах, которые есть у нас? Если нет, то тогда запросы увеличиваются, родителям приходится все свое время тратить на заработок, и, соответственно, не остается времени на воспитание. Так кто этим воспитанием должен заниматься? Опять возникает вопрос. То есть процесс воспитания, привития нравов, это комплексный подход, в котором должны участвовать, принимать участие все. Воспитать гражданина, это большое дело. Если кому-то кажется, что сегодня на первом месте стоит дать ребенку образование, человек, с ним можно поспорить. В наше время первая задача это воспитать нормального ребенка. Дать ему нормальное воспитание, чтобы он не опозорил своих родителей. Чтобы родители не были засняты на видеокамерах и не транслировалось это по первым, вторым, третьим каналам, как родители умоляли выйти детей из боевиков, которые были заперты, прислезооперация. Мы что, не видели этого? Мы же видели, как матерят делали запретным свое молоко этим детям, которые отказывались выходить. Опять-таки, мы выпускаем это в воспитание, и на это нужно обращать внимание. Обязательно. Иначе, получается, мы тратим большую часть своей жизни непонятно на что и на кого. Нужно просто задуматься над этим. Выступление эмоциональное, я за это извиняюсь заранее, просто это проблема, с которой мы сталкиваемся, это ситуация, это анализ ситуации, которая происходит сегодня в республике. Мы не хотим терять молодежь, поэтому мы за вот такое взаимодействие. И я бы хотел передать слово человеку, который является также организатором, одним из основных организаторов сегодняшнего форума, это председатель Совета имама Укасаевского района Хан Мирзаев Раджаб Шангиревич. Уважаемые президенты, уважаемые участники сегодняшнего форума, что касается темы нашей встречи, воспитания нравов, воспитания детей, это, конечно, многогранная и сложная работа, особенно, когда большинство родителей представляют детей самим себе или средства массовой информации и интернет-ресурсом. Для воспитания детей мы можем проводить только лишь просветительскую деятельность. Эта тема обсуждается, конечно, очень много, и сегодня очень важно, как предыдущие говорили, работать над нашими молодежью. Они должны видеть примеры старших, справедливости, патриотизма, трудолюбия. Они должны стремиться к честному заработку, и обеспечить стабильную мирную жизнь общества. И в этом мы должны быть примером. В каждом деле мы должны суметь определить для себя и для них запретные и дозволенные, и всеми силами и средствами помогать развитию харала дозволенного, и также всеми возможными силами удерживать от харама, то есть запрещенного. Для любого общества, и на уровне всей страны, и на уровне одного района, есть определенные нормы, есть ключевые моменты, без которых невозможно даже говорить о будущем. Дети должны быть, конечно, в первую очередь здоровыми. Эта линия работы в системе здравоохранения, они должны быть образованными. Эта линия работы в системе образования, они должны жить в условиях справедливого порядка. Эта линия работы правоохранительных органов. Только так можно работать, когда эти три и другие системы нацелены на будущее наших детей. Можно говорить и о наших успехах, и о наших проблемах. Сколько бы мы ни работали, конечно, проблемы остаются, но, альхамдул-лиллах, то, что нас радует духовенство, действительно радует то, что за многие последние годы мы нашли общий язык с официальным руководством и совместно, планомерно работаем над духовно-нравственным совершенствованием, профилактикой и противодействием радикализму, экстремизму, терроризму и другим асоциальным явлениям. Мы провели, альхамдул-лиллах, много хороших, значимых мероприятий, встречи, которые стали примером и для других муниципалитетов. Многие присутствующие здесь принимали участие в них и помогали. Поэтому от имени всех имамов, алимов района духовенства выражаю всем искреннюю благодарность за понимание и поддержку нашей работы и надеюсь, что и дальнейшее мы, не избавляя темпу, будем, иншаллах, вместе работать. Альхамдул-лиллах и Раббиле Алиминь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Раджаба Шенгиревич, можно приводить, ну, конечно, при нем приходится говорить. И вот стоят примеры многим председателям Совета Алимов, как нужно налаживать взаимодействие, сотрудничать с представителями органов и исполнительной власти, с муниципалитетами на местах и проводить эту работу. Поэтому мы, Хосавюрт, можем смело приводить в пример, и это очень радует. Это, вот, я считаю, ваша заслуга совместная. Ну, я пока не забыл, хотел бы обратиться к докладчикам. Уважаемые докладчики, просьба по итогам мероприятия предоставить доклады ваших поступлений в оргкомитет, так как будет издан сборник материалов по итогам сегодняшнего форума. Более того, если участие принимают сегодня все, даже сидящие в зале, если будут какие-то идеи для включения в резолюцию, или для включения, значит, конкретные практические рекомендации по решению тех вопросов, которые мы сегодня поднимаем, мы будем только рады. Пожалуйста, в письменном виде, если вы перелите в оргкомитет. Почему? Потому что вы на местах сталкиваетесь с проблемами. Может, вы разработали какие-то эффективные методы, поделитесь ими, мы будем только рады. Прежде чем передать слово следующим выступающим, я бы хотел сделать такой акцент. В прошлом году у нас в комитете проходило обсуждение ежегодного послания главы Республики Дагестана Рамзана Гажемраевича Дулатипова, и на нем присутствовал православный священник, прикомандированный из Белгородской области, если я не ошибаюсь. Он человек из научной среды, он готовил доклад, он выступал, и в своем выступлении он сказал, вот я очень часто пишу статьи, и там мы себя в Белгороде, я, говорит, вас, дагестанцев, хвалю. Я в своих научных статьях хвалю вас дагестанцам. Вы не пьете, но он утрировал, конечно, да. Вы не пьете, вы не курите, вы ведете здоровый образ жизни, вы соблюдаете каноны своей религии, я вас привожу в пример. А вот у нас, говорит, ситуация совсем другая, у нас молодежь спивается, у нас я начал перечислять ряд вот этих асоциальных явлений, проблем, которые сегодня есть. И у нас, говорит, даже такой поговоре есть, говорит, в народе, говорит, если на Россию нападать, только 1 января, никто отпору не даст. Эта ситуация ведь есть смешно, но ведь страшно с другой стороны. Ведь мы сегодня, ну, в какой-то степени зажаты кольцом. Сегодня нас мечтают видеть порабощенными многие страны, начиная с Запада. Они мечтают нас видеть порабощенными. Какую молодежь мы воспитываем? В прошлом году, в преддверии Нового года, в 15-м году, 31 декабря, правительством утверждено, что утвердил программу патриотического воспитания в Российской Федерации. Двумя руками за. Программа состоит на 95% из мероприятий военно-патриотического характера. Ну, за год в Дагестане я ни одно мероприятие не увидел. Наверное, еще нас ждет в будущем. Это одна проблема. Но, в принципе, это для нас нормально. Военно-патриотическое это для дагестанцев, которые наши предки ходили с кинжалами. Нам это нравится, да. Но не должна ли эта программа сопровождаться духовно-нравственным воспитанием? Ведь нет ли боязни, это вопрос на обсуждение. На него не нужно сейчас отвечать, вопрос на обсуждение. Нет ли боязни, что мы научим сегодня нашу молодежь держать в руках оружие, а завтра они это оружие на нас не направят? Есть ли гарантии у нас? Если мы духовно не воспитаем, не сделаем из этого молодого человека патриота, который не продастся за тысячи долларов и не направит это оружие на нас? Над этим нужно тоже думать. Обязательно должно военно-патриотическое воспитание идти в ногу с духовно-нравственным. Иначе мы просто-напросто воспитаем вояк, который на нас же направит и нас же захватит очень легко и быстро, зная и территориальные особенности, зная и национальные особенности. Все, мы просто подготовим сами себе врагов. И учитывая то, что у нас следующий выступающий человек из сферы здравоохранения, я бы хотел, чтобы он в своем докладе акцентировал внимание на тех проблемах, которые есть. Это проблемы на свае, это проблемы различных наркотиков, лирики, которые в свободном доступе. Уважаемые сидящие в зале наши представители администрации и сел, у меня убедительная просьба к вам. Это наши дети. Вот эта мерзость на свае, она стоит относительно недорого. Она стоит в районе 10, 15, 20, но максимум 25 рублей. Содержание вот этой вещи. Ну неужели сложно родителю проверить ребенка дома, когда он приходит? Это же мерзость. Сейчас даже с этой трибуны стыдно говорить состав вот этого вещества. Очень стыдно. А молодежь это потребляет массово в школах. Но извините меня, я человек из образования, сферы. Уважаемые директора и учителя школ, куда вы смотрите, у меня возникает вопрос. Справедливый вопрос. Может быть вы работаете, но не дорабатываете получается, если эта проблема массовый характер приобрела. Я призываю к тому, чтобы вы обратили особое внимание на этом. Я подчеркиваю, наша задача воспитать патриотов. Но как мы это будем делать, если кто-то на местах будет не дорабатывать? Мягко говоря. И у нас следующий докладчик, я извиняюсь, Дугужев, шеф Магомед Арсенович, он является главным врачом Центральной районной поликлинике Горкс-Пасовер. Тема доклада как раз-таки «Здоровый образ жизни, нормы, традиции и величины». Приветствую всех участников форума. Давно в таком форуме я давно не был. Действительно протекает все эмоционально. На самом деле, самые такие, наверное, самые сакральные, так скажем, затрагивают темы ведущей форума. Конечно, слушать очень больно. И в то же время от проблем мы должны эти проблемы решать в совокупности не только здравоохранения. Эти проблемы, они сегодня социальные проблемы. Больше социальные, чем, скажем, здравоохранение. Поэтому то, что ведущий сказал, это все действительно есть в быту. Сегодня вот мы начинали свою деятельность, когда я начинал, вот первое мое собрание мы начинали, вот Раджа Паджибул, и с Раджи был, там вот начинали эти темы, так поверхностно затронули. Первое собрание мы с этого и начали, как раз с этих проблем. Проблем воспитания молодежи, проблем воспитания среди, особенно это касается, конечно, медиков, мы, как мы должны относиться к больным людям. Это все тоже было. Поэтому, что я хочу сказать. На самом деле эти проблемы есть. То, что сказали, что связано с алкоголизмом. Алкоголизм развивается, наркомания развивается. Я не хочу здесь привести такие статистические данные, просто не хочу. Но на самом деле такими темпами развивается сегодня. Эта проблема, я знаю, что эта проблема аукнется в будущем, очень серьезные проблемы, и будут касаться каждого из нас. У нас у всех есть дети. Поэтому я очень прошу, обратите внимание, пожалуйста, эти аморальные, это все, да, это все аморальность, это все, скажем так, невоспитанность, это все, где наши традиции, прекрасные наши дагестанские традиции, где наши, скажем, воспитания. Это все мы должны воспитывать. Сегодня мы оставили детей наедине с интернетами, я так думаю. Они воспитываются, само воспитание у них идет по интернетам, на улицах. Поэтому в этом плане надо будет нам еще раз сесть с представителем духовного управления, поработать. Надо составлять проекты, надо подумать, как это все решать. Эти проблемы решаются только вместе. У нас еще одна проблема, такая же проблема. Мы не проводим вакцинацию, не проводим, потому что отказывают многие. Может, даже здесь есть, которые отказывают. У нас корь развивается, развивается паратит. Вы знаете, как чревато паратит. Если заболел мальчик, у него, может быть, наследства не быть. Поэтому эти моменты, не надо слушаться этих всяких интернетов. Надо слушаться нас, конкретных работников. В этом плане мы вместе должны работать. У нас очень много проблем, да, действительно. У нас развивается туберкулез. Среди молодежи есть туберкулез. Все взаимосвязано. С социально-экономическими развитием взаимосвязано все это. Поэтому я считаю, что сегодняшнее выступление, которое до меня выступали, очень правильно сказали. Мы должны воспитывать, мы должны воспитываться, мы должны развиваться. Чем сегодня Дагестан хуже, чем другие республики? Я всегда считаю, что во многих местах был, в зарубежных государствах был. Я считаю, что Дагестан это уникальное место. И уникальные люди, очень умные, трудолюбивые люди живут у нас в Дагестане. Почему мы должны отставать от кого-то? Мы должны развиваться сегодня. И развиваться вместе. Благодарю за внимание. Спасибо. На самом деле наша республика это уникальное место. Это нужно понять, что это место является уникальным. Его уникальная культура, традиции, обычаи, которые мы свели к глубочайшему сожалению. Вы не подумайте, что я противник музыки и танцев. Но мы сегодня нашу культуру Дагестана, культуру и традиции народа Дагестана свели до музыки и танцев. Я против этого. Я не против музыки и танцев, но я против того, чтобы связывать нашу богатую культуру только с этими понятиями. Уважаемые коллеги, у нас в Дагестане есть очень много достопримечательностей, таких памятников культурных, духовных, которые имеют мировое значение. Сулакский каньон, он по глубине занимает второе место в мире. У нас единственный в Евразии Бархан Сарахом. У нас вообще единственный в России Ильянов супербический лес в Табасаранском районе, если я не ошибаюсь. У нас, значит, есть... Вот сейчас мы построили буквально недавно по инициативе главы Республики Дагестан мемориальный комплекс Ольго. У нас очень много есть культурных, исторических памятников. Вообще, ислам, если говорить о религии, вообще пришел в Россию, в Дагестан, в Южный Дагестан, в Дербент. У нас захоронены 40 человек, которые, если не говорить простым языком, своими глазами видели пророка. Своими глазами видели. Это сподвижники. 40 человек, они захоронены в Дербенте. Если кто не знает, не был, советую поехать, посмотреть, приобщиться к этой культуре, почувствовать себя частью этой мусульманской культуры. Пожалуйста. У нас есть. Почему мы не воспитываем? Почему мы должны рассказывать о Дербенте в классе, ограничивать ученика только этим? Давайте покажем ребенку, что есть Дербент, что есть Гуниб, что есть Ахульго, что есть... Вот это все наше богатство. Кто потом захочет уйти в лес? Только дурак. Ну, а кто себя дураком считает? Ну, давайте приобщим, покажем. Молодой человек, который воспитан в этом духе, он почувствует себя частью вот этой большой богатой культуры, он не уйдет никуда. Он никуда не уйдет. Он будет стараться приумножить вот это наследие, которое передалось нам. И поэтому в этом отношении вопросы духовно-нравственного воспитания, привития благого нрава, оно очень важно. Вы все в курсе, что наш муфтий, Хрис Велик Дагестан, написал книгу «Благонравие праведников». Я очень долго думал, ну, суть, почему муфтий уделяет именно внимание вот этой книге, почему она именно сейчас, и именно вот эта книга появилась. И я наткнулся на такой сюжет, на такой исторический сюжет. Значит, мы все знаем, в истории было такое государство, как Византийская империя. Мощь этой империи сейчас мы обсуждать не будем. Это было огромное, колоссальное государство, и столица, и они сделали город Константинополь. Это был, опять-таки, огромный город, мощный город. И кто его завоевал? Вы представляете, завоевать Константинополь, это было что-то подобное смерти, да, это самоубийство. Но этот человек его завоевал, его звали Мухаммад Фатих, турок. Он завоевал Константинополь. Значит, как это произошло? Только благодаря благим нравам мусульмане на тот момент смогли завоевать вот этот величайший город, принадлежащий величайший на тот период Византийской империи. Чтобы проверить, готовы ли войска мусульман к захвату этого города, он переодевается, знает, что простой народ его увидит, узнает, он переодевается, значит, в другую одежду и выходит на рынок, проверить состояние мусульман. Готовы ли мусульмане к битве с величайшей империей? И он подходит, это вообще символично, то, что я эту историю рассказываю, Хасейуд, Хасейуд же большой рынок, говорят. Значит, он идет на рынок, он подходит к продавцу и говорит, вот мне нужно молоко, мед и сыр, продай мне. И на что ему торговец отвечает, я продам тебе молоко, а мед и сыр я сегодня достаточно продал, вот иди вот ту лавку, вот у другого моего брата, вот чтоб и он получил прибыль. Он продает молоко, идет в другую лавку и говорит другому продавцу, продай мне мед и сыр. Продавец на что ему отвечает, значит, я продам тебе мед, а вот сыр я сегодня продал нормально, получил выручку, пожалуйста, вот иди вот в лавке у того моего брата, приобрети, чтоб и он получил выгоду, чтоб и он получил какую-то пользу, ушел довольный домой. И когда Мухаммад Фатих провел вот эту всю процедуру, он приобрел вот эти все товары, и он его посетил, он сказал, с такой нравственностью эти люди не то, что Константинополь, они весь мир завоюют. Но я не хочу приводить сейчас вот такой анализ приводить с Хасаверта, но на самом деле мы ведь сегодня не желаем друг другу того же. Каждый из нас желает только себе. Вот материальное преобладает над духовным. Но это губительно. Это губительно, почему? Потому что все-таки мы должны думать, так как являемся сообществом, мы должны думать о общем благосостоянии. И я не сомневаюсь, что прививая, воспитывая духи истинных наших дагестанских ценностей, мы воспитаем достойное поколение. А если кто-то думает, что культура Дагестана основывается на том, на чем мы сегодня делаем, и этого достаточно, но проблемы-то не заканчиваются. Друзья, наши бабушки и дедушки экстремизмом, терроризмом не болели. Поэтому, пожалуйста, давайте обратим внимание в историю. Заглянем в историю и посмотрим, как эти вопросы решались тогда. И у нас последний докладчик. Это имам селения Аксаев Ассирского района, Малай Барсанали Хайрубинович. Тема доклада «Духовно-нуродственное воспитание как фактор профилактики, противодействия, радикализма и экстремизма». Как раз тема нашего форума. Малай Барсанали Хайрубинович. Хвала Всевышнему Аллаху, который сделал нас мусульманами, сделал из Уммы Мухаммада, алейсалату вассалям И дал нам очень много благ и нернатов, за которые мы должны благодарить Всевышнему Аллаху Я в первую очередь хотел бы всех вас поблагодарить Здесь я вижу и директора, и учителя, и начальники разных структур Хотел бы поблагодарить вас за вашу работу, за ваш труд Пусть Аллах отблагодарит вас здоровьем, счастьем, баракатом в семьях Чтобы у всех у нас было всегда только самое лучшее И хотел бы, начиная с себя, попросить каждого из нас, чтобы мы ту работу, за которую мы отвечаем Чтобы мы старались работать еще усиленно, достойно и искренне ради Всевышнего Аллаха Добро и зло, оно было всегда, начиная с творения первого человека на земле Адама, алейсалям Начиная с того времени были люди, которые творили добро, которые жертвовали и имуществом, и своими силами, и всем тем, что они имели ради того, чтобы распространять добро И наше с вами счастье, если мы будем причиной, чтобы распространять добро, распространять вот те ценности, о которых здесь говорится Хорок, салли Аллаху, алейхи вассалям, говорит, счастье человеку, руки которого являются ключом или же причиной для хайра, для блага И горе тому, руки которого являются причиной для зла Пусть Аллах поможет всем нам, чтобы мы были причиной для добра И здесь вот главврач тоже заметил, мы, воспитывая своих детей, мы должны воспитывать и себя тоже Почему? Потому что мы являемся для кого-то учителем, для кого-то воспитателем, но также над нами есть наши учителя, наши духовные наставники И мы должны себя тоже воспитывать, потому что, как и наши дети, мы заботимся о их будущем Мы должны также заботиться и о своем будущем, потому что сегодня мы покидаем этот мир, куда мы идем, куда направляемся И что нас ожидает, мы должны и об этом думать и стараться воспитывать себя У нас есть духовные наши наставники, которые стараются, которые помогают нам, чтобы мы свои сердца, свои души очищали И в Коране Аллах говорит, судный день это такой день, когда не поможет ни имущество, ни дети Конечно, имущество, которое мы тратили ради Аллаха во благо, и наши дети, которые были воспитанными, они помогут нам Но безнравственные дети, имущество, которое мы тратили просто так, от этого нам не будет пользы Илля ман ата Аллаха бикал бин салим Кроме человека, который пришел с истинным, с чистым душой Мы должны об этом тоже стараться И воспитание детей это наша общая задача, мы все это знаем Но хотел бы, вот этих встреч, вот этих конференций, форумов бывает очень много Но порой наши люди, которые живут в наших селах, в наших городах, они даже не знают, что вот иногда бывают такие встречи Что мы и имамы, и главы, и разные начальники, министры, все они собираются объединенно, вот делают такие работы Даже бывают люди, которые это не знают Они думают, что вот эти хакимы, они все вот такие плохие А вот эти имамы, они все хорошие То есть мы должны побольше встречаться, побольше в наших селах, на местах организовать вот такие встречи И конечно я хотел бы, вот даже есть селы, где невозможно встречаться, где нет вот таких заведений И из-за этого хотел бы попросить вот наше руководство, чтобы они помогли нам готовить такие места, где бы мы могли встречаться и организовать такие встречи Долго говорить тоже я не буду, потому что здесь вы больше знаете, больше слышите И у вас в душе, наверное, кипит, и как у меня, мы должны стараться, чтобы наши дети были здоровыми, были духовно-нравственными Чтобы они не уходили ни в какие леса, там, другие места, чтобы они здесь жили с нами в мире и в согласии Пусть Аллах поможет всем нам укрепить свой имам, укрепить дружбу, укрепить братство И если мы читаем историю о сподвижниках нашего пророка, они в свою очередь, они были, можно сказать, варварами Они были как животные, как звери, но после того, как пришел Мухаммад, он их воспитал И, как здесь было сказано, вот Визанция, Персия, они даже не обращали внимания на арабов Потому что они, говорят, были как животный мир, они их, даже, говорят, за людей не считали До такой степени они были безнравственными людьми, но после того, как пришел ислам, как они приняли ислам, законы ислама Они вот стали такими маяками, сегодня изучая их историю, рассказывая о них, мы укрепляем свой имам В наших домах бывает баракат, и что толкнуло их, чтобы они были такими, конечно, это имам, это вера И пусть Аллах поможет нам укрепить свой имам, укрепить все самое лучшее Вам всем, баракаллах, которые слушали, пусть всегда у нас все будет хорошо Прежде чем мы начнем подводить итоги сегодняшнего форума, я бы хотел обратиться к участникам Уважаемые участники, если есть вопросы к докладчикам, пожелания какие-то, вы можете высказаться Мы предоставим микрофон, если есть какие-то вопросы Если вопросов нет, ну, это, с одной стороны, хорошо, значит, мы солидарны, мы видим проблему, мы видим решение этой проблемы Мы солидарны в ее решении, и это радует Но, наверное, сейчас мы будем подводить итоги Ну, по поводу сказанного Саналик Городиновичем относительно подобных площадок На самом деле, я эту идею поддерживаю, сегодня нужно предоставить Вот, ну, эта площадка, она идеальная, она замечательная Вот такая аккуратная, красивая, культурная Значит, если, ну, хотя бы предоставить какие-то помещения для, как дискуссионные клубы для молодежи В которой могли бы собираться представители образовательных учреждений, духовенства, администрации, правоохранительных органов Было бы замечательно, они бы собирались раз в месяц, или там, какой график, я не знаю, который выбрали бы сами И обсуждали бы те проблемы, которые возникают у них в населенном пункте Это было бы эффективно, мы считаем Поэтому, вот, пожелание имама, я думаю, до администрации дойдет И подобные площадки, они будут учреждены в каждом населенном пункте Причем, потому что это очень важно Голос народа должен слышать руководитель, отвечающий за данный населенный пункт Он должен, почему? Потому что с него это требует высшее руководство Рамзан Гажемрадович это требует Поэтому, если вы предоставите такую возможность Я думаю, народ не останется в долгу И вечная память сохранится о нас, благая Далее мы, учитывая, опять-таки, сложность данного региона Ну, наверное, нужно усилить работу, адресную работу С теми, кто заразился вот этой пагубной идеологией Раджа-Хаджа Наверное, вы в этом году уделите этому внимание Почему? Потому что ведь у этих людей остались семьи, остались дети И социализация этих людей это очень важный момент Нам нужно показать этим людям, что они общество не брошено Независимо от того, чего они придерживаются И постараться максимально их социализировать Чтобы они адаптировались к нашему обществу Они должны понимать, что сегодня мы живем в России И жить в России нужно по законам России И в то же время никто в России никому не запрещает Исповедовать свою религию Пожалуйста Все условия созданы Наоборот, если человек грамотный, разумный Он просто посмотрит А где лучше ситуация, чем в России? Где лучше? Если он найдет, пусть приведет пример Нет ведь ситуации, мусульманских странах бардак Как в России, такие условия для соблюдения религии Я подчеркиваю, не созданы нигде сегодня Поэтому за это нужно, конечно же, благодарить руководство И стараться работать во благо созидания Поэтому просьба уже от нас, вам, наверное, будет И для администрации это очень важный момент Адресная работа с вот этими людьми Она очень важна Нужно показать Я знаю, что в Махачкале, например, есть благотворительный фонд Инсан Который оказывает помощь людям независимо В том числе вот этой категории Этим людям нужно показать, что они обществу нужны Есть вероятность, есть надежда на то, что они вернутся Сойдутся к этому пути Есть надежда, поэтому их нельзя оставлять Мы же с ними работаем Просто оставив за чертой Мы проблемы не решаем Ну а лучше всего, конечно же Вот на примере того же Хасавюрта Тесно взаимодействую с муниципалитетом С главой администрации Значит, с администрацией на местах Выводить работу на такой качественный уровень Как мы это видим сегодня в Хасавюрте Чтобы этих проблем не было вообще Конечно, мы идеализируем Но в то же время стремиться к идеалу нужно Нужно и стараться для этого нужно Мы надеемся, что у вас получится И у меня последняя просьба Она очень наболевшая Об этом очень много говорят представители конфессии Относительно преподавания дисциплины в АКСЕ В школе Основной религиозной культуры и светской этики Уважаемые представители администрации Уважаемые директора школ У меня просьба к вам Чтобы вы обратили внимание на эту дисциплину И тех людей, которые преподают эту дисциплину Зачастую, я не привожу пример в Хасавюрте Я говорю, как эта ситуация возникает в целом в Дагестане Эту дисциплину преподают тем, кто в кавычках Не хватает часов То есть, начиная от ОБЖшников Там, я не знаю, классных руководителей и так далее Друзья мои Те люди, которые занимаются подобным, не понимают серьезность этого дела Серьезность этой дисциплины Эта дисциплина призвана не обучать там, я не знаю, ритуалам и религии Она призвана научить основам религии Основам межконфессионального, межрелигиозного сотрудничества Обучить человека, что он, являясь мусульманином, христианином, иудеем Он равноценный, полноценный гражданин этого общества И он имеет право существовать А не только какая-то титульная нация, титульная конфессия Способен ли ваш учитель этим заниматься? Если нет, отправьте его на повышение квалификации Чтобы вот эти дисциплины были практикоориентированы То есть, рассказывая о богатом духовном наследии Дагестана Не организовать хотя бы раз в год поездку в Дербент В Унцукульский район, в Гунип Уважаемые коллеги, уважаемые коллеги Но все-таки это, наверное, не совсем правильно Не совсем педагогично Вот есть в Махачкале профессор Рамазанов Магомед Багавадинович Он все свои занятия там проводит Потому что вот воспитание патриотизма, чувство патриотизма И это один момент Другой момент У меня просьба к вам Тесное взаимодействие с представителями конфессии У вас есть основная литература, по которой вы занимаетесь Но дополнительные методические рекомендации Методические пособия Лучше, чем представители конфессии Никто у вас не оснастит Поэтому, пожалуйста, просьба к вам Сотрудничать с ними Я не сомневаюсь, что Хасаевер сотрудничает Я просто напоминаю тем, кто этим не занимается Подсказываю, делаю, даю совет Очень приятно, что учителя так принимают активное участие Мы не сомневаемся И то, что мы видели в начале Вот сегодня подтвердили наши учителя То, что в Хасаеверте работа по воспитанию В том числе школа поставлена на уровень Почему? Потому что представить олимпиаду По вот этой программе муфтеатра Я не могу себе А вы это сделали Поэтому, ну, ни с кем вам поклон сказать не могу Но честь вам и хвала Итак, мы, значит, подводим итог Мы заслушали сегодня наших докладчиках И в целом сошлись и во мнении Что вот эта наша совместная работа Представителей органов исполнительной власти Значит, образовательных учреждений Правоохранительных органов Представителей духовенства Она носит значительный вклад В дело воспитания нашей молодежи И нам необходимо воспитывать нашу молодежь На духовных, значит, исконных ценностях Присущих нашим народам Присущих нашим реалиям Этому уделять внимание Стараться организовать, значит, выезды В соответствующие местопримечательности Чтобы приобщить нашу молодежь Еще лучше к той богатой дагестанской культуре Это практический совет Мы видели тех, кто это делает И какой успех они добиваются Мы сегодня с вами этим делимся Мы видели то взаимодействие То сотрудничество То внимание, которое уделяет администрация Значит, Загир Агаджич Передайте Джамблату Шатвичу Наши, значит, искренние пожелания Мы обязательно доложим И председателю о том Как на уровне поставлена работа В Хасавитовском районе Как тесно у вас налажен контакт С духовенством И каких успехов вы достигли Мы сегодня это своими глазами Вы его очень увидели И нам это очень приятно Я опять-таки повторюсь Мы будем об этом говорить на разных площадках Приводить Хасавитовский район В пример, да Учитывая многообразный Многоконфессиональный Многонациональный состав этого района Здесь работа поставлена на хорошем уровне И поэтому Отдельная благодарность Администрации района тоже Также отдельная благодарность Представителям образовательных учреждений Всех профильных министерств И духовенству За тот вклад, который они вносит Дело воспитания нашей молодежи Дело воспитания патриотичности Гражданской идентичности нашей молодежи Это очень нужно Это важно И мы не сомневаемся Что эта работа принесет плоды Свои в самом очень скором будущем И я напоминаю нашим уважаемым докладчикам Что по итогам форума Планируется издание материалов данного форума Поэтому просьба предоставить в оргкомитете свои доклады Но мы установим, наверное, срок недельный В течение недели максимум предоставить доклады Насколько это возможно скорее Чтобы мы могли запечатать Оставить в истории этот отпечаток Ну, на этом все Благодарю всех, кто принимал участие